Дроны-убийцы для меня это безумно важный и любимый проект. Без него я бы был абсолютно другим человеком, и поэтому я очень важна концентрация, и перейдем к ней. Восьмая часть, ей сегодня исполняется первый месяц, между прочим. Мнение о ней у меня формировалось очень долго, целый месяц. И мне его очень нужно было куда-то высказать, и мой канал идеальный вариант. Поэтому это видео получилось немного скомканным, но ладно. Итак, восьмая финальная часть Дронов-убийц, которая, я думаю, вы спорить не будете, является самой спорной из всех частей всех сериалов гличей за все время. Так как, во-первых, это завершение сериалом, что уже... Люди ожидали большего. И сама серия, одни говорят, что... Много секретов не раскрыли. А другие говорят, что это параша хуже фан-контента по УЦЦ. Сегодня я расскажу, почему мне, да и многим остальным не понравился финал, что уже вам стало известно по названию. Итак, дисклеймер, и мы, наконец, начинаем. Начну я, наверное, со своей позиции. Восьмая серия это сюжетный кал. Я понимаю, я это сказал слишком громко, но послушайте. Дрон-убийцы показали себя как очень смелый сериал, где могут слить кого угодно и как угодно. К тому же, вся история сериала шла к концу всех главных героев. Ви для ГГ была мертва, Джей злая, Син самой злого плоти готова рвать и метать. Но Ви вернули, Джей дали некоторое время попиздеть, а потом брали с глаз. Ну да, как-то помнишь, она там сама пожертвовала тогда, когда они, понимаете, в лифте там вроде эти динозавры сожрали. А потом фигак ее вернули. И вот таким образом всю эту жертву откатили назад. И такой. Наших до титров о Син слили самым тупым образом во всей истории всех сериалов. До восьмой серии мне, да и всем остальным казалось, что она буквально машина смерти, которая победила человеческую цивилизацию. Не в одиночку, конечно, но тем не менее. Но когда рука Узи оказалась на ядре, то есть она буквально на волоске от смерти, она не отрезала руку, не пнула Узи куда-нибудь нахер. Она просто стоит и ждет своей кончины. Итак, как же все закончилось? Хэппи-эндом, блять. Эту концовку я меньше всего ожидал и ставил ее в видео с моими предположениями по приколу. Я был удивлен в плохом смысле. Там даже никто не умер. Син остался с теле Узи в роли хвоста. И вот, я думал, что хоть Джейс или ВГГшки избавляют нас от Джейс. Но люди мне доказали обратное, указав на титры. Да, титры это одна из самых худших частей сериала. Опять же, я не за качество. Все на высшем уровне, я даже плейлист, музыку добавил. Но все же, Джей жива. Норин не сбежала куда-то вглубь Копер 9. А с Каном страдает она у нее и все. И опять же, у меня не было вопросов. Я еще тот говноед, который до сих пор каждый месяц ходит в кинотеатр смотреть дошколярские мудики. Но у меня бы не было вопросов. Если бы это был конец сезона, а не сериала, блять. Мне бы было интересно во втором сезоне посмотреть на Син. Как она пытается захватить разум Узи и в момент захватывает. И она беспокоится. А это не будет второго сезона вообще? Все такое. Ну это конец сериала. Разве это чувство должен вызывать финал? Вот лем. Всем угодил, кроме нас, людей, которые верили в дронов убийц. Что-то да будет, но не как отдельный сериал. Меня это безумно бесит. Но все равно, есть люди, которые доказывают обратное. И то, что на самом деле это, блять, шедевр. И постоянные споры на эту тему. Я пытался, но их переубедить это биздец. И еще я с этим, конечно, лично не сталкивался. Но есть некоторые индивиды, которые не понимают, что у людей есть личное мнение. Итак, какой он на фоне своих собратьевцев? Здесь личное мнение. Мы смотрели эти дроны убийцы, да? Ну, сам, по себе, сериал, он очень специфический. Потому что у него нет линейного повествования. И очень многое происходит за кадром. И среди серий большой разрыв по времени. И я помню, чтобы было разобраться, пришлось мне читать дополнительные материалы. И то, знаешь, как грамотик разбираешься китайской такой. Потому что эти материалы, которые там были написаны, писали фанаты. И там только написано. А она пришла, а потом они взяли вот это, а потом... Ну, так прямо написано. Так, а что? Где? Куда? Я сидела, разбиралась. И я знаю, что многим эдикционерам не зашло. Ну, я скажу, что мне цифровой цирк больше понравился, чем дроны убийцы. То есть, мне понравилась первая серия дронов убийц. Она была хорошая. Ну, пилотная. Она была прикольная. Это была хорошая такая полноценная серия. Но потом... Я не люблю такое приставание. Я люблю, когда там нормально все тебе полномерно рассказывают. Ты не так вторсу, тебе серия. Херак, они внезапно в каком-то лагере сидят. Потом кого-то шинкует, убивает, ты сидишь, разбираешься, какой дрон. У них там отличие у одной ушки. Они похожи очень. А кто из них кто? Они все одинаковые. Ну, из-за дизайна. То есть, как бы еще все очень темно. Ну, в таких мрачных тонах. И бывает так, что ты просто не можешь элементарно разобрать, где какой персонаж. Ну, это мне так. Как бы я так воспринимаю. Я просто к чему по поводу мнения. Были люди, кто вот тоже реакцию делали. Говорили, я не хочу больше на ней дронов убийц, мне не нравится. Я это не понимаю, мне не нравится, я про это говорю. А потом что делают люди? Люди срут в комментариях. И вот ты говоришь, автор ролика говорит, что нельзя бы сказать свое мнение, а вот люди будут срать. Конечно будут срать, естественно. Потому что люди такие, потому что они считают, что вот мне понравилось. А если кто-то говорит, что плохо, значит это все тупые. И наоборот. Он не так плох, но не на вершине. Я не знаю, конечно, возможно, я сам виноват, что задрал планку. Я всего лишь хотел смелый финал. Ну, хотя бы, блять, финал, который не пахнет продолжением. А не охуел ли я? Да, концовка дала ощущение, что это не конец. Гличам же надо продавать комиксы. После просмотра в душе было пусто. Да не, просто есть такие фильмы с открытым финалом. И про восьмую серию я, как мне кажется, высказался слишком мягко. Да я был в ахуе, потому что... Ладно, продолжим. В прошлой части возьму шестую и седьмую. Нагоняют ощущение, что на кону будет какой-то пиздец. Син под прикрытием близится к своей цели на этой планете. Уничтожение и... Ну, это почти планету уничтожили. Это единственная концовка седьмой серии. После просмотра сериала в мае, сложив всю картину в голове, я охуел от концепции. От того, как оно звучит. Мне казалось, что финал получится реально охуенный. Я верил в то, что в финале кто умрет. Я даже сначала думал, что будет геноцид. То, что главный герой пожертвует планеты и собой ради уничтожения Солвера. Но никак не концовку, как в детских мультиках. Моя реакция на концовку была такая. Мне так обидно, что мистер Викерс просрал потенциал восьмой серии. Закончив сериал детской концовкой. Понимаете, сначала у меня была... Слушай, может быть счастливая концовка. Но она может сделана быть грамотно. Я верил, что Викерс так поступил. Хотя, знаете, с такой-то концовкой я думаю, что конец сериала это была хорошая идея. Оставьте деда в могиле. Кто знает, какой грех бы мог хлем сотворить. Итак, дрон-убийца, извините, но повторюсь, для меня очень важный проект. Он заставил меня создать канал, и теперь я тут. Я об этом уже кучу рассказывал, но это очень важно для меня. Видео получилось достаточно токсичным. И это все потому, что я искренен. Мне нужно было куда-то это все высказать, и мое терпение лопнуло. На самом деле, говоря про восьмую часть, я забываю про части до нее. А ведь раньше в первой части всем казалось, что главным злодеем являются люди. Ведь они же отправили демонтажников, так ведь? Адмосфера первой и последней части... Краски с людьми было бы интереснее, если конфликт бы сделали, мне кажется. Видно, где начало. И меня расстраивает, что... Они просто какое-то злобное зло. И восьмая серия это визуальный шедевр. А музыка, кем бы вы ни были, все равно будет вызывать у вас мурашки по коже. Смотря сейчас на сериал, в принципе, он никогда не был просто идеалом. Сериал был хорош, скорее, не сюжетом, а атмосферой, характерами и, в принципе, визуалом. Но, тем не менее... Даже он произойдет про сюжет. Нужен баланс, который в прошлых частях соблюдался. Блин, я хочу сказать, что сюжет для меня лично это вообще самое важное. Такой себе сюжет. Из-за чего восьмая серия, ну, как-то... Я вот хотя тоже никогда не понимала, я сейчас тоже извиняю за паузу. Я когда раньше смотрела аниме, были аниме, в которых такая специфическая графика, и их почти не смотрели, они были не очень популярны. У них был очень прикольный сюжет, они были классные. Но люди с того, что такая, типа, фу, старый график, им не нравится, они не смотрели. Но при этом аниме, которое там было выдращено графоней, но, например, там суперпростой базовый сюжет такой зашоренный, замыленный, они просто перевозносят и говорят, как же охрененно. Ну, столько-то бывает, помнишь? Мы тоже смотрим, говорим, да, все красиво нарисовано, но сюжет не цепляет, понимаешь? А люди, да, класс, кайф, графоний! И знаете, я уже подостыл, я уже не злюсь на восьмую серию, мне ее жалко. Мне уже не хочется пинать мертвый труп, который попинал каждый, кому не лень. Благодаря сериалу произошел кола, в котором я пообщался с КРКС, Вео, Хисонкой и познакомился с сексом. И неважно как, но смог пообщаться с Зирлом. Если кто-то из них смотрит, огромный вам привет. Законулся с сексом. Ладно, спустя месяц я остыл. Я понял, что в Секумодилинии назвали восьмую часть Калом. И вполне заслуженно, ведь серия по части сюжета не выдержит никакой критики. Но все-таки... Так вы же не для сюжета его смотрели. ...сериал, что ты не превратил сериал в конвейер и показала, что всем-всем главным героем... Аж почему нет превратил? Потому что был цифровой цирк, который стрельнул. И лучше все силы вложить в цифровой цирк, чем на Дрон-убийцы, который гораздо менее популярный проект. Только для таких вот особенных. Но, может быть, это будет оскорбительно звучать. Я без всякого подтекста. Я типа просто что фан-база у дронов, очевидно, меньше, чем у цифрового цирка. Потому что цифровой цирк я вижу в любых детских играх, понимаешь? Он уже везде. Это Кейн и это, как её там зовут, Помни. Но дроны – это более такое что-то локальное, понимаешь? И поэтому, конечно, есть смысл все силы туда отдать тот проект. Видео по дронам? Не знаю. Может быть, инфа об этом будет в ТГК и там, в принципе, эксклюзив. Так что заходите. Ну, а пока... Пока. У нас было такое впечатление, что первая серия, когда посмотрели... Пилот. О, бля, хороший. Да, прикольный интернет-проект, всё будет с хорошим сюжетом. Интересно, прикольно придумали так всё. А потом со второй серии... И так всё хорошо было пояснено. Так что вот люди сослали, тут эти роботы, они там что-то тусят. И такое нормально. Вот есть убийцы, которые должны их уничтожить. Всем понравилось. Демонтажники. Да, всё было хорошо. А потом дальше серия выходит. И она такая... Ты что-то уже как будто не понял. Да, как будто ощущение, как будто пропустили несколько серий перед этих серией. Думаешь, ну ладно, может серия такая. Следующая серия такая же, такая же, такая же, последующие все серии. У меня сейчас создавалось ощущение, как будто есть какие-то ещё другие серии, которые где-то показывают, но не нам. Вот так вот.